всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор варкапа под номером 278 карта порндок от маппера порнстар и бардок собственно два величайших маппера которые когда-либо маппили ну одни из одни из естественно не самые самые великие у портстара карты достаточно простые бардока реально интересное и бывают что сложные по нынешним скиллам как бы если вы хотите быстро пройти ну и давайте сколько три начнем посмотрим нам дают ракету нам дают battle suit это карта rocket run здесь но сразу начинается старт который собственно обновляется потому что эта карта очень старый ну пойдемте здесь у нас наклонные так я проплыву потом здесь у нас яблочко ну карта такая типа 211 поворот на карте карта достаточно прям прямая в этом смысле здесь нас подъем который ку-3 естественно как бы просто пропускается и все он нам не нужен и далее здесь у нас ну там собственно поворот и прямая до финиша и вот эти вот рамп очки которые нам доставляют на самом деле некоторое количество проблем ну и финиш финиш у нас как бы здесь дырочка и сверху тоже дырочка сверху мы тоже можем финишировать лишние звуки подключить от забыл в общем-то вы ку-3 в чем суть вы ку-3 естественно нужно начинать но в любом случае на рокетране надо начинать с наибольшей скоростью какие у нас варианты мы можем подстрелиться вот от этой штуки да и пойти дальше по наклонной и так далее мы можем попробовать отстрелиться отсюда как-то вот так вот и сюда допустим завернуть ухитриться можно можно начать от этой стены таким вот образом в этом случае мы нам еще кроме того нам надо поскорее сделать выстрел на полу чтобы быстрее обну чтобы дальше быстрее стрелять то есть можно прыжком видите еще не подходит по кулдауну но можно таким вот образом ну так тоже видите не очень комфортно можно вот так уже 1500 а можно так как у нас здесь есть такой вот как бы скос можно улетает все отвлекает ли можно вот таким вот образом получить аж 800 упсов и здесь тогда будет еще больше скорости это мы все пролетаем но на старте наверняка есть еще варианты я просто покажу то что я знаю и в ку-3 естественно можно сбросить скорость как-то вот здесь пропрыгать и так далее но это естественно медленно есть быстро как как обычно всегда есть быстро у нас есть вот эта колонна раз достаточно прямыми так скажем как-то сайдами полу русская забыл представляете так что при удачном спейсинге при хорошей высоте мы можем лететь просто по этой стене отстрелиться отсюда им продолжать стрелять вдоль стены то есть мы скорость не сбрасываем и естественность в этом случае теряем немного ну не немного теряем но тем не менее мы приобретаем как бы больше чем если бы мы здесь сбрасывали как-то здесь по этой полосе прыгали ну а финиш как главный в африке финиш здесь главное просто перелететь вот эти рампочки более-менее удачно и когда собственно тайм у вас в кармане давайте посмотрим цпм сервера gtk если что упали на данный момент на 23 число мая поэтому я пишу один к наш сервера недоступна и с димоном и потом другие запишем не все что не теряйте уже здоров так по им у нас в общем то не очень много вариантов но на самом деле ну на старте здесь ничего особенного никто наверняка не сделает можно конечно как-то накрутить на вертеть но в этом смысла нету мы делаем просто один буст ну я его конечно сделал как чемпионский ну таким вот образом ну грубо говоря от меня брата не пускают и здесь еще здесь в этом после выстрела в общем два развития событий либо мы идем по низу вот здесь отстрелимся от этой стены либо мы идем по верху то есть мы можем либо соскользнуть да вот таким образом либо мы можем сделать прыжок и тогда залететь вот на этот столбик и от него уже отстрелиться идти дальше но казалось бы понизу медленнее потому что здесь мы стреляем раньше вроде но здесь мы не можем запустить ракету наперед а вот здесь вот у нас как раз чуть-чуть вот это место вот она нам дает спейсинг для того чтобы выстрелить ракету наперед и успеть еще следующую сразу кинуть в дэнке мы увидим я сейчас конечно делать не буду но попробовать можно но просто я не совсем что-то в форме ну примерно таким таким образом вот как то так дальше мы естественно должны далековато я полетел дальше естественно нужно минимальное количество времени вилять всяко-разно сразу при примыкать к этому стеклу и да у него есть один большой минус что не видно край грубо говоря да сбоку но его видно но в динамике ты его просто на него не среагируешь как и на 2 тонны такие стены вот и собственно сразу примыкаем отстреливаемся вниз чтобы вот здесь вот нам сделать дабл джам чтобы потерять минимум скорости далее просто отстреливаемся и от стены собственно летим уже вот сюда и здесь суть в том что чем чем быстрее ты повернешь смотря в каком делении ты отстрелишься ну максимум вот в этом по моему при хорошей скорости тем больше скорости ты сохранишь потому что ты будешь врезаться в стену как бы под более тупым углом а сюда или сюда ты будешь врезаться под острым углом за большой скорости будешь терять очень много и второй вариант но и финиш собственно финиш и второй вариант прохождения которые и который я нашел благодаря и карту по большей степени вообще об этом думал но как-то было лень тестить а и карус на меня было перебивал мне пришлось немножко попотеть второй вариант мы делаем все то же самое но суть в том что если мы вот здесь вот в этом участке возле вот этой стены на старте идем очень быстро ловим хорошо первую ракету и идем очень быстро то мы если будем пытаться идти на вот этот дабл джам после этого дабл джампа у нас здесь очень много скорости и мы не успеваем по кулдану отстрелиться перед этим столбом а вилять там как-то и пытаться неполноценный рокет дать в этот столб на скорости 3000 псов это не совсем эффективно естественно поэтому я подумал почему бы не сделать минус рокет и я сделал минус рокет я думаю что мы будем как увидим тут просто в том что не пытаться делать дабл джампа просто дальше на полной скорости лететь отстреливаться и впоследствии мы можем приземлиться сюда на краешек как это обычно бывает но приземлиться даже чуть раньше благодаря чему мы делаем еще под себя жку здесь с кеме в этот угол этот стол и так как мы можем идти более под тупым углом по отношению к этому углу то мы как раз отстрелимся вот в этом делении и приобретаем очень много скорости а на финише а как у нас скорости больше здесь естественно тоже кулдауна нормального не хватает под ракеты то есть кулдаун здесь так случается ну я думаю в дымках приблизительно увидим если что отмечу в кулдаунах так как случается здесь что мы как бы опять же не успеваем отстрелиться здесь ракета это этой стены и как бы от столба тоже не особо вариант поэтому мы просто быстро очень идем вот сейчас у меня гост побежит вот он бежит делаем раз и от той стены уже отталкиваемся и попадаем верхнюю либо нижнюю дырочку но лучше конечно в нижнюю потому что верхнюю это ты немножко как бы там на фрейм до удвиняешь траекторию но мне так кажется что ниже не быстрее все-таки если мне кажется я думаю что примерно так она и есть вот такие вот роуты естественно роутов намного больше как расположить ракеты и так далее но что я для себя отмечал я вам рассказала остальное давайте посмотрим собственно в демках здесь вроде все карта небольшая карта маленькая поэтому посмотрим их наверное быстро пока украина 34 8 не сказал play да вспомнил что некому говорить play и так интересный интересный способ на самом деле не смотря на то что это все медленно пчели кто делает это все достаточно четко то есть мало того что половину карты спиной но здесь особо на пути у тебя ничего и нет чтобы прям врезаться но очень даже ничего нормально нормальну с опытом с опытом ничего страшно почти спиной плюсик в карму внутри гуг кукаку кугу 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 29 4 ой вначале надо было кельнуться ну что такое а ну что такое опять какие-то демки присылайте мне так рампу почти с рампой почти справился 29 4 неплохо неплохо но почти все на обычных руки джампах но нормально так кузлях вот 7 нормально достаточно быстро но опять же в этой рамке застрял что не очень как бы эффективно ну а здесь почти все рамки перелетел неплохо но за счет этого и плюс хороший но может быть почетче ракеты конечно там по лому с 27 0 так рамп перелетел зачем-то под скинул скорость чтобы сделать ракет джамп наверно но ну как-то ну ну то есть что ну ты что финиш очень медленный финиш прямо супер медленно старт очень даже ничего старт хороший по 6 7 и бог неплохие ракеты двигается диагонально по карте луку 3 в принципе такое приемлемо врезался но я так полагаю так и было задумано ну неплохо неплохо финишировал и ребят когда делать и руки джампы на таких картах прямых где типа как будто бы нельзя отстреливаться от стен вы руки джамп то делайте от себя они под себя когда у вас хотя бы прирост скорости будет сергикус 25 и 8 на тоненького на тоненького о ее далеко от стены был один роль потерял ну в целом неплохо нормально хорошие уже получше ракетки так томми неплохой старт интересный интересный старт 1400 с рампы давайте засекайте скорость с рампы сколько они набирают тоже диагонально ой прыжок поздно нажал потерял очень много скорости и здесь потерял много скорости опять потерял и опять потерял вот здесь нормально ну блин надо лучше стараться везде скорость потерял так бы наверно вообще 18 сделал так волка ноет 25 и 3 тоже 1300 так нормально ну ракеты нормальную и здесь тоже конечно ну блин но это килл это килл понимаете это килл это не надо такие такую демку отправлять пройди пусть чуть чуть медленнее но финишируй нормально ты здесь если сделаешь финиш у тебя плюс 3 секунды будет зачем отправлять так мразора 22 идеи шо вы что где обзор где обзоры ваши демки смотришь блин вам как будто бы не то как будто надо мной издеваетесь так 1600 неплохо 1600 с рампы здесь немножко было под сбросил но все рассчитала задом неплохо так на рампе потерял но остальные рампы нормально прошел вот чистенько прошел тихонечко 22,9 пожалуйста так хулиган 27,7 пашка привет где-то пропадал по моему так с онлайна дымка 1400 с рампы тоже диагонально неплохо неплохо вот хорошие ракеты опытного дефрагера так сказать 21,5 до курса так 1300 ракеты неплохие так по одной стене все пропрыгал d200 но вот видите то есть выку 3 здесь надо искать какое-то решение грубо говоря вы видите что у вас скорость но вообще не сохраняется после этого поворота значит нужно провести наблюдательные работы и произвести расчеты как может быть быстрее ацид эйси 21,3 так по одной стеночке и нормально даже по рампам очень мало скорости потерял все неплохо так сенат в 2 секунды разрыв нифига нифига 2 секунды сразу разрыв у нас так 1600 вот здесь побольше конечно скорости 1200 у него даже основной плюс сената в том что он прошел поворот очень быстро это огромный плюс ашанди 18 0 еще большой отрыв не 1 и 3 нифига отрывы ребят вот вот кто-то смотрит эти да я может и сам нашел конечно я не спорю но ну вроде ты же спекал за мной ашанди мы будем честный ты же за мной спекал братан ну ладно нет хорошо сделал все отлично 18 заслуженно как бы я пророу то что кто что там у кого взял это разговоры другие абсолютно не про варкап так 16 9 стронгист на 6 позиции стронгист нет на 5 на 5 на 5 позиции не дотягивает стронгист так хорошие ракеты очень хорошие ракеты здесь все хорошо ой зацепил но надо было прыгать очень много скорости потерял и зато без потерь вообще рампу прошел блин круто без потерь рампу это очень четко надо отстрелиться уж буквально зафреймил зафреймил стронгиста путь 16 9 ну все ну четкие тут ракеты уже начинаются я тут уже ничего как бы не скажу тоже через эту косую а вот здесь ошибка у пузо что надо стрелять в эту именно косую стену надо именно в эту косую стену стрелять тогда вы больше толку а так ты и пой ты по высоте теряешь а там лучше там но по спейсингу там лучше приземляться вниз но я думаю что вот здесь вот увидим а вот ну в общем небольшая ошибка по расположению ракет на мой взгляд и дела так 16 9 тоже брич нифига вот и 3 16 секундах так под себяшки пошли ого даже так неплохой интересный роут то есть перебил пузо дефолтным роутом перебил пузо и стронгиста неплохо окей 16 6 но дефолтный роут он как все медленнее потому что скорости не сохраняешь ты никак не набить не доберешь как бы то что ты потерял так тоже дефолтным роутом еще 400 1600 вот вроде бы быстро да вроде бы быстро и где казалось бы еще еще секунда где ну как секунда полторы даже на их будем считать 1 и 8 4 секунды давайте посмотрим давайте давайте посмотрим где же они ну во первых старт естественно старт надо делать максимально эффективным у меня 2 400 здесь я падаю видите это же почти без потерь раппу прошел вот но потом мы посмотрим 0 5 наверно таймскейле хотя не будем вот такой вот рот так вот 4 3 кузле в цпм так я все еще присмотрю или что что происходит а нет он поворачивает ну ладно ну кузлях ну ты че ну можно же лучше ты же знаешь что ты можешь лучше 7 минут сервер тайм кузлях сергикус на 10 секунд вот вот она силушка то 10 секунд пузлях ты тоже можешь давай 35 так старт без буста сразу будем вычитать очки старт без буста так поворот хороший ракеты тоже хорошие ну и 45 чистенько прошел без поварочек и все отлично так отпад 15 0 тоже без буста разум вычитаем одну ракету пропустил вычитаем точнее просто не попал поворот не самый хороший но сохранил 2 400 и в конце нормально нормально фокс 12 8 так с бустом почти почти получился сделаем плюс-минус так сказать ракеты неплохие слишком высоко себя поднял мог больше скорости заиметь одну ракету пропустим вычитаем и чуть не уебался головой за это тоже вычитаем потому что мог бы получить последние ракеты гораздо больше скорости если выстрелы и и выстрелил и и как бы дом вверх грубо говоря то есть вот вверх короче что ты и себя вниз как вы должен толкать потому что там рампа ты знаешь там еще потолок какой низкий прочее фокс не очень волкной 35 так без пусто минус ракеты неплохие даблджам хороший скорости много потерял очень много на повороте минус ну и финиш нормальный арт-кор 13 3 так повернул ну скажем повезло нормально повернул главное повернул главное не врезался а ракеты нормальные хотя ну мне кажется просто что ребята большинство ребят кстати говоря мне кажется играют только в аркадские карты то есть вы типа варкап начинается они они играют карту и все если в варкап не нравится они не играют дефраг например поэтому особо нету толчков или вот сколько я обзор делаю я помню арт-кора у него к волка но и да помню бунтика вот лунтик статик прогрессирует молодец то есть никто здесь конечно многих еще нет но просто нету прогресса я понимаю если вам просто по фану я не говорю типа рука быстро блядь задрачивает просто отмечаю что если по фану играть просто по фану то прогрессирует либо очень медленно либо его не будет вообще вот ну вот например хулиган играет 10 лет ты уж извини паша тебя в пример приведу ну как бы не не оскорбляю ничего просто как как хороший пример того что человек играет 10 лет прогресса как но для себя возможно он что-то отмечает но глобального прогресса нету то есть гб он не делает хотя я пытался научить но и что-то сложно пошло строить как бы средний но все на среднем уровне осталось вот зато у него отличное понимание физики и то что нужно сделать и наверняка он видит в топовые роуты но тем не менее реализовать не может ладно к натур австралия 13 3 так что если вы хотите прогресса нужно работать над ошибками и играть много-много карт разных лучше разных чтобы быть в разных ситуациях а как это не самые хорошие были на старте обрампу поворот хороший 3000 сохранил ой зачем ты еще в рампу хотел выстрел если бы выстрел мне кажется он бы головой ударился 13 0 лунтик вот лунтик молодец уже чё по перебивать скорби 1200 с густа лунтик что за красавчик такая так поворот не очень хороший сбросил скорость надо было вот как в австралийский коллега делать но нормально просто быстро чисто прошел никаких претензий просто что как бы неправильно так сказать понимание карты возможно а возможно лунтик прекрасно знал что нужно стрелять в ту стену поворачивать на скорости но слишком уж часто он врезался в эти столбы ебучие торчащие из тем зачем они там вообще вот поэтому он решил что ему так комфортнее ну и как бы ну и хорошо так гугу . 12 8 так с бустом это плюсик в карму естественно лунтику два плюсика дадим вообще лунтик просто красавчик так очень много скорости и без последней ракеты а могло бы быть гораздо быстрее без последней ракеты к сожалению 12 7 электро буб нож с густом прошел ой как повернул четко повернул на самом деле повернул очень четко но скорости конечно сохранил не очень много но тем не менее очень хорошая очень хорошая так динозавр разбудит это мутим звук ребят 12 2 без густа это минус карму но здесь скорости неплохо 3200 хорошо повернул 3200 еще сохранил ай в конце потерял до занервничал немножко походу джамп и нажал и больше не перевел потому что наверно старт больше такой не получался а финиш запорола конечно жаль там прыжок во время не нажал но бывает бывает ничего страшного 11 5 ухала ухала так вот от столба роут 1 1 роут у нас от столба и 500 2 800 после поворота не очень много но последний рокет вроде как ну нихуя последний рокет вроде как не запорол так пус 11 2 нормально 3300 вот еще видите вот если бы он кинул еще ракету или перед рампой он бы не успел кинуть ракету в стену после рампы чтобы не улететь вверх поэтому он сделал просто пустой прыжок без ракет и потом выстрелил по спейсингу как бы когда как нужно вот это вот проблема вот и таких проблем на карте получается две штуки то есть на старте и в конце и их надо как-то решать и вот кто решил он наверняка и карус либо будет а кто не решил те как бы вот верхушки 11 около 11 сидят потому что реально но я уверен что пусть мог бы гораздо лучше это все пройти но ему не давало покоя внутренне что ему нельзя идти слишком быстро например или нужно спейсинг там какой-то определенный соблюдать и типа это это реально изнутри очень дестабилизирует типа и ты сковываешься что ли ты не можешь типа нормально стрелять и ты думаешь что вот я сейчас иду там на столбцев больше значит этом врежусь и что-то еще всякое такое а нужно искать решение вот и все такие ситуации на на любых картах очень много поэтому нужно просто найти решение которое для тебя представляется каким представляется димон помогает пыля оптимальным 10 9 дебил это нормально так густ это плюсик карму ракеты хорошие ракеты очень хорошие мне нравится так 3 600 повернул хорошо 3000 и от другой стены чтобы не мешались нос чешется а другой стены чтобы не мешались правые эти столбики так что все вполне себе так поехали дальше х есть третье место поздравляю кстати поздравляю хайза и бричи со вторым третьим местом молочки бричи конечно меня не поймет но без разницы а 10 8 спасибо спасибо я знаю пишите быть здоров спасибо если не пишите то вы будете здоровы пусть вас жизнь будет больше не обижать так очень хороший поворот и опять же пустой прыжок то есть вот человек не нашел решение этой ситуации очевидно что когда пустой прыжок дороге траве значит ты что-то делаешь не так другой вопрос если у тебя в.р. как бы с пустым прыжком но типа и допустим ты решил так оставить потому что потом если перебьют подумал но но если ты хочешь типа улучшать и себя и рекорд собственно то нужно искать решение так и карус второе место поздравляю тебя 10 и 4 на 400 перебил вот у и карус а роут который мне дал идею на минус роте тоже очень четкие ракеты очень хорошо повернул 3 500 и вот он стреляет то есть в чем была идея давайте еще раз ставим с кейлом посмотрим но если их если хотите давать его ку-30 тоже ставим с кейлом 0 5 посмотрим ну топовый собственно идея он не делал ракет наперед потому что это ему было вроде как сложно это сделать но там реально не очень просто зато очень хорошо пострелял по рампе здесь тоже все хорошо очень много скорости и вот здесь вот у него 400 тысячи и он врезается в последний почти проем и у него пас фейсингу видите по идее рокет столбы должен быть но он отстреливается дальше от стены то есть он мало того что он идет принципе быстрее за счет того что у него больше скорости и он очень много на повороте сохранил так он еще и добавляет один рокет перед финишем что тоже как ну карта фрейма дрочь 10 секунд руки трам поэтому каждый фрейм важен и даже ракета которая выпущена там буквально за пару метров до финиша она тоже может решить какой-то фрейм вот я подумал а почему бы и почему бы и да потому что у меня с ракеты наперед получалось достаточно быстро и я очень часто врезался просто на старте потому что шел очень быстро и мне по спейсингу по спейсингу ракет не влезало просто выстрелить перед столбом первым вот ну давайте короче посмотрим 10 и 3 но можно еще можно еще лучше потому что минус ракет дает большее пространство вот видим я тут три тысячи три сто три шестьсот я здесь тоже делаю под себя шку вот еще раз давайте с пояснениями грубо говоря то есть мы делаем очень хороший буст главное 1200 не у не больше кидаем ракету все это хорошо делаем обязательно там прыжок стреливаемся здесь под себя шка иначе с кимим тоже выстреливаем последний поворот но вот можно еще лучше повернуть еще больше скорости сохранить и как бы еще быстрее финишировать я думаю что принципе если у меня были хорошие попытки просто я типа как обычно начале варкапа поиграл и в конце варкапа поиграл были хорошие попытки я думаю что 10 и 1 что-то вот такое можно так что вот давайте в кутри еще посмотрим кому интересно здесь я не знаю честно говоря что пояснять тут просто надо быстро как бы все ракеты отстрелять да и все здесь особо по спейсингу никаких проблем не было никаких стыков не было чтобы прям вот как как же там быть как же ракеты кинуть ничего такого не было здесь просто найти надо было вот этот вот эту штуку в углу кто-то и и возможно даже не заметил обязательно от нее отслиться чтобы сразу идти по косой траектории было больше скорости здесь я делал db чтобы сразу к стене примкнуть по спейсингу чтобы было удобнее ну и финиш конечно немножко потерял на рампе но можно можно быстрее всегда можно быстрее больше что это не дфвц естественно что я максимум из карты не выжимал и так давайте посмотрим на браузер наш любимый наш любимый дф компс 19 маку 317 cpm я получил целую сотку рейтинговый кутри не плохо ха и и и и ну и собственно пус за то что конце было не очень вроде и винь айту хухалы было люку вы или у кипиша короче я думаю ты заслужил свои минус три пус и давай там старайся лучше и вот ты тоже автобус и давай едь уже давай-ка едь вот и карус нас лидер кстати по рейтингу цпм ну ничего страшного я бы тоже наверное заврачивал но я уже немножко это охладел так сказать ну прям чуточку охладел ну вот такой вот в общем-то был варкап темки прикольные но вы кутри не очень порадовала как там все очень медленно проходили поворот но все равно вот что хэйс дефолтным роутом вроде как прошел это достаточно нормально это почетно ну все ребят всем удачи всем спасибо приходите на стримы и возможно сейчас идет стрим потому что время такое и стрим идет так что приходите если что на стрим всем спасибо и спасибо большое за поддержку лунтика лунтик спасибо тебе за поддержку и спасибо за поддержку кузлеху вам огромное спасибо вы прямо молодчики и я вот пишу я пытаюсь времени не очень но я пытаюсь вот вам писать потихоньку я не знаю я наверно стрейфа вы вообще перепропущу может варкап и потому что там у нас фикс ран был интересный до нейро айс бэйс томп ну там по экстра я не знаю но по избе вот это mc3 да интересно это же карта есть пора рассказать поэтому я думаю что я может быть айс бэйс пропущу и и все то есть чтобы стрейф просто не писать но что стрейфа вы очень долгие обычно если вы не против напишите в комментариях у коза рандому мясо пишите в комментариях и будем продолжать потихонечку писать надеюсь что догоню буквально у нас есть или грамм у нас есть игру потихонечку так сказать догоним все ребят всем спасибо всем удачи извините что раскаца задержал как всегда хочется с вами поговорить я по всем уже скучаю но короче все